Добрый день, дорогие друзья! Вы смотрите проект «Русский со словарем», и мы продолжаем наши беседы на лингвистические и языковые темы. И тема сегодняшней программы навеяна предстоящим на следующей неделе грандиозным событием. 11, 12 и 13 июня в Приморском районе Санкт-Петербурга в парке «Озеро Долгое» состоится фестиваль «Славянская ярмарка», где каждый сможет окунуться в неповторимую атмосферу единения славянских народов, познакомиться с продукцией мастеров народных промыслов, отведать блюда национальных кухонь и, конечно, увидеть и услышать выступления звезд эстрады и творческих коллективов из Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других регионов нашей необъятной Родины. Вот о русском языке и русской культуре мы сегодня пообщаемся с нашей гостьей. Я вам представляю культуролог, художественный руководитель Ломоносовского городского дома культуры Дарья Пололеева. Здравствуйте, Дарья. Вы специалист по русской, по славянской культуре. И не случайно мы вас пригласили сегодня в эту программу, чтобы поговорить действительно о связи языка и культуры. Ведь не секрет, что язык, на котором мы говорим и думаем, он оказывает влияние на нашу картину мира, на то, как мы представляем этот мир. И я думаю, что русский язык оказал огромное влияние на формирование русской культуры. Подтвердите или опровергните меня. Здравствуйте. Да, но на самом деле это так. Я даже скажу больше. Есть такое устойчивое выражение. Картина мира живет в языке. То есть меняется язык, меняется картина мира. А от чего меняется язык? Язык меняется от того, что меняется наша с вами повседневность. Поэтому, когда мы хотим реконструировать какой-то образ в нашей голове, какого-то периода времени, так важно внимание к деталям и так важно немножечко абстрагироваться от сегодняшнего взгляда на жизнь, от сегодняшней эстетики звучания слова. И желательно все-таки соприкоснуться со свидетельствами современников. Потому что, как бы мы ни предполагали, какие бы мы ни делали такие вот экскурсии мысленные в прошлое, но именно вот свидетельства современников, они раскрывают нам подчас необычайные какие-то удивительные вещи. А если мы делаем это так вот, как говорят, от печки, да, то сразу мне обычно приходит в голову такое, знаете, сравнение. У Стругацких есть одна книга «Попытка к бегству», и там лингвист из будущего рассказывает о том, что вот в прошлом давно у русских была такая поговорка «дрожать, как банный лист». Это говорит от того, что в жаровню вносили лист металла, он нагревался и начинал вибрировать, дрожать. И отсюда пошла, значит, эта поговорка. Ну, естественно, все. Там был как раз беглец из времени XX века, который обсмеял это, порадовался, посмеялся. И вот мы очень часто поступаем похожим образом. То есть мы на основе наших представлений сегодняшних делаем выводы о том, как то или иное слово могло звучать, а слово, возможно, уже вообще ушло, да, и было заменено каким-то другим словом, если явление осталось. А может быть, вместе с явлением покинуло нас и тогда только словари. Ну, потому что язык меняется, и действительно, хоть мы и говорим сейчас на русском языке, но это не тот русский язык, который был несколько веков назад, да, потому что меняются смыслы, меняются произношения слов, и значения слов меняются. Какие-то слова действительно уходят, какие-то приходят. И не всегда уже нам понятен истинный смысл некоторых пословиц и поговорок у нас как-то было. В программе мы затрагивали эту тему, что поговорки, которыми мы сейчас пользуемся, они совершенно иначе толковались во времена, когда они были созданы, да, и часть поговорок мы вообще знаем не в полном варианте. И огромное количество слов действительно от нас ушло, а какие-то поменяли свое значение. И вот давайте сейчас нашим зрителям приведем какие-то примеры вот таких слов, которые либо ушли, либо поменяли значение. Да. Ну вот, например, все, наверное, знают, вот на славянской ярмарке наверняка будет звучать эта песня, она обычно звучит часто, ее любят очень исполнять коллективы. «Я на печке молотила». И там такой текст. «Я на печке молотила, на шесточке веяла, сор Микину выносила, кого надо видела». И дальше развивается любовная тема. Видела она Гаврюшечку, там, цыганеночка, которого любит, девушка, которая поет. В этой песне, безусловно, в начале этой песни описаны этапы производственного цикла, домашнего производственного цикла, вот, видимо, обработки зерна, потому что если бы она молотила там лен, то это происходило бы вне дома, да, так как она на печке, да, то, соответственно, дело про зерно. То есть вот я на печке молотила, на шесточке веяла, сор Микину выносила, и мы как бы делаем вывод, если мы задумались, да, что, ух ты, вот, значит, цикл обработки зерна, вот такой из трех состоит таких этапов. А на первый взгляд мы слушаем песню и вообще не задумываясь, кого она там молотила на печке, то есть что, в общем, происходило. Что она выносила, да, что за Микина такая. Вот, ну, если немножко вот разобраться с этим вот циклом подготовки зерна, тогда вот как бы раскрываются вот эти понятия. Но бывает наоборот. Бывает, что явление осталось, а название поменялось. Например, сегодняшнее очень популярное явление такое, как стендап. Это мое открытие, я пока не читала каких-то статей на эту тему, но оно меня озарило, когда я читала замечательную книгу Анны Федоровны Некрыловой «Городские праздники плащадные». И там описывается такой, дед зазывала, чаще всего это был отставной солдат, который славился тем, что очень замечательно, буквально вот в таком нон-стоп режиме, мог травить байки. На злобу дня с теми, кто подошел, он шутил, шутил с теми, кто вот подошел, кого он увидел над какими-то актуальными жизненными явлениями. И вот тем славился. Называли его или дед зазывал, или часто просто дед. Вот, сегодня, пожалуйста, это стендапер, потому что, по сути, человек делает то же самое. Казалось бы, новая модная профессия, но нет, ничего нового. Все уже испретено давным-давно. Профессия осталась, а название поменялось. Причем она исчезла на какое-то время, да, и вот сейчас снова возродилась. Я, кстати, недавно наткнулся на очень интересную версию, что в Древней Руси слово мужичок, вернее, мужик, мужик оно значило совсем не то, что значит сейчас, а что мужик это уменьшительно ласкательное от слова муж, оказывается. И образовано оно по тому же принципу, что еж – ежик, дом – домик, и здесь вот муж – мужик. То есть это маленький мужчина, и вполне возможно, на Древней Руси мамы говорили своим сыновьям что-то типа, «Тебе еще рано, ты еще мужик». А потом мужиками стали называть крепостных, потому что они также были урезаны в своих правах, как маленькие дети. А сейчас слово полностью противоположное значение. Да, да, да. Интересные такие метаморфозы происходят. А вот есть такое слово, которое нравится мне тем, что дошло удивительным образом до нас, меняя свое значение, хотя общий смысл оставался. Это замечательное слово «кичка». Сегодня, конечно, мы уже люди все грамотные, осведомленные, мы знаем, что кичка – это женский головной убор, но в повседневности у людей, которые не изучают русскую культуру, оно тоже есть. Например, это есть у тех, кто занимается балетом, танцами. У них кичка – это вот тот вид прически, который они делают на выступления. То есть они собирают на макушке волосы в такую шишечку, закрепляют, и вот эта шишечка называется кичка. Это вот тот вид этого слова, то значение, которое живо, то есть оно сейчас в обращении. Но мы с вами знаем, что чуть раньше вот женский головной убор, который закрывает волосы, по правилам женские, закрывает, девичьи открывает. Вот это тоже кичка. А в словаре Срезневского XIII века устаревших слов, там XII-XIV век, кичка – это макушка, верхняя часть головы, волосы на голове. Представляете, XIII век – это волосы на голове, и почему-то у танцоров до сих пор это кичка. Вот каким образом она дошла, как-то так сохранилась, чуть-чуть изменилась, но оставила общий смысл. Тоже вот такой интересный факт. Интересно. А, кстати, еще ведь есть в языке живут остатки слов, которые уже вроде как вышли из употребления. Допустим, мы используем слово «нелепо». Оно образовано от слова «лепо». Слово, которое сейчас вышло из употребления, не используется, а вот его кусочек сохранился в слове, которым мы пользуемся каждый день. И таких слов, кстати, довольно много. Я читал на эту тему целое исследование. Так что, вообще, очень интересная вещь, как меняется язык, и как он живет, как он развивается. А вот скажите, вот если мы сейчас, допустим, окажемся в Древней Руси, мы переместились на машине времени, и мы поймем тамошних жителей? Боюсь, что не поймем. Вот именно если мы с нашими ожиданиями окажемся, то будем очень сильно удивлены. Ну, некоторые слова, конечно, останутся, но, во-первых, строение слов изменилось, да? Иногда такая волна проходит по интернету в какая-то ностальгической, и, знаете, вот замечали, наверное, и начинают писать, что «ах, мы потеряли суффикс «арь», а как было бы здорово сегодня не программист, а программарь, да, а ротарь, там, вратарь». Или суффикс «ач». Ач, ну, вратарь остался, да, так же, как аптекарь, да, лекарь, лекарь, аптекарь, вратарь. Да, а вот врач, да, был драч, который сдирал шкуру с туши, был, ну, врач остался, да, вот драч, врач, на Ач еще много было, да, вот они как бы у нас ушли. Звучание другое. Мне очень нравится такой пример разности звучания на таком красивом примере, вот на именах созвездий. Вот почему-то «козерог» звучал как «егокер», согласно вот тому же словарю Срезневского. То есть если дева – это юнота, как-то можно понять еще почему, да? Вот почему «козерог» и «егокер» вообще непонятно, да? А созвездие Плеяд очень красиво, и по-русски так приятненько звучало, они назывались «волосыни». Вот такие неожиданные какие-то названия, которые мы сегодня, вот, наверное, ну, где-то бы поняли, например. Вот, например, потому что кит назывался «лежага». Он такой большой, он делает выразительный «лежит». Никто так не лежит, как кит, да, «лежага». Может быть, ну, вряд ли поняли бы, но, по крайней мере, проследили бы, да, какую-то. А вот обезьяна – мамона, да, ну, как бы тут, ну, возможно, там какие-то латинские. Тут не знаю, с латинским плохо языком умеется всем. Вот, какие-то такие вещи. Ну, вот, саранча-червяк. Ну, там, червяк, такое, че с мягким знаком. Червяк. Слово «осталось» только обозначает. Да, да, что-то вот такое. То есть вот такие названия животных. Или дощитый доспех, который назывался «куяк». Так очень энергично, да? Тоже вот. Ну, и поле брани, да, это вот брань, поле брани. И до нас еще как-то донеслось. Но вот уже, уже тоже мы, конечно, так не называем сегодня. А я, кстати, по поводу слова «вратарь», все-таки оно меня зацепило. А ведь действительно слово-то древнее, только оно обозначало совсем не то, что мы сейчас подразумеваем. Да, это вовсе не хоккейный, не футбольный вратарь. Это человек, который стоял у ворот, собственно говоря, их охранял, открывал, закрывал. Вот как слово, поменяв свое значение, сохранилось в своем первозданном виде. Потому что ворота остались, да? То есть ворота, просто они в нашей жизни, теперь ворота уже вот чаще мы про них вспоминаем вот в контексте футбола. Поэтому, а так, тот, кто в ворот, тот как был вратарем, так и остался. Ну, собственно, да. Только функция у него поменялась. А, кстати, да, вот еще такое слово, тоже древнее слово «жир», да, да, очень важное для наших предков. Которое мы сейчас используем, да, но можно догадаться, что оно значило что-то другое, хотя бы вот по этой пословице «не до жира будь бы живу». Пословица до наших дней дошла, но правильно ли мы ее понимаем? Что это слово? Ну, для нас сегодня это вообще контекст отрицательный, как бы чаще, «жир», потому что хочется стремиться нам к анимичности, современное общество к анимичности стремится, вот, а к хрупкости такой. А это связано, понятно, с тем, что сегодня мы живем в комфортабельном обществе, ну, как бы мы все-таки представители цивилизованного общества, мы как бы от голода не умираем. Вот, а когда на первом месте выживание, да, то жир – это жирная земля, это хорошая земля, которая родит, да, жирный суп, жирная еда – это та еда, которая, вот, которая вкусная, которая хорошая дает жизнь. Да, и вообще жир – это, ну, это богатство. И было такое имя – Жирослав. Почему бы нет? Вот, кто сегодня назвал бы так сына своего? Ну, я не удивлюсь, если при нынешней мобе… Да, неизвестно, куда эта мода нас закинет. Может быть, эти замечательные имена. Имена, вот, русские – это отдельная тоже тема для отдельного, наверное, выпуска. Вот, поэтому, да, «Недожиру быть бы живу», конечно, сегодня звучит уже для нас странно. На самом деле, да, конечно, это жир богатство. Не до роскоши, да, выжить бы тут. Да, 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 да. Ну, и люди, конечно, полные. То есть, плохая баба, худая баба, да, хорошая баба полная. А сейчас всё наоборот. Так вы менялся. Да, слова сохраняются, но меняются смыслы. Дарья, я предлагаю сейчас затронуть ещё такую тему, как культурные коды, которые, ну, собственно говоря, нас объединяют, которые делают нас единым народом. Да, это такие вещи, которые понятны без объяснения. Да, вот те же самые пословицы, поговорки. Ведь эта же тема продолжается, да, мы же всё равно эти пословицы и поговорки используем, даже если не всегда понимаем их смысл, а во многом, на мой взгляд, вот сейчас роль этих культурных кодов играют цитаты из книг, цитаты из фильмов, когда ты произносишь какую-то цитату, и всё сразу понятно, либо непонятно, если человек уже из другого поколения, и он уже тебя не понимает, он не смотрел этот фильм. Вот насколько вот это нас объединяет, насколько это делает нас единым народом? Ну, объединяет, безусловно, да, понятие культурного кода, это оно и предполагает, и все его ищут, и спорят, что же, в чём же он, потому что постоянно мы что-то находим, вот он культурный код, потом кто-нибудь находится и говорит, да нет же, друзья, смотрите, вот пришло, и вот оно на нас, опять не культурный код, а где же он, да? А он на самом деле проявляется в каких-то разных аспектах, когда действительно что-то ёкает, и ты понимаешь, что вот оно своё родное. Но ёкает, оно иногда на разные вещи, потому что и мы-то с вами тоже, в нас намешано очень много всего, и преемственность культуры никто не отменял, мы с вами пожили в каком-то регионе, в каком-то городе, в каком-то районе, у нас были соседи, у нас была какая-нибудь преподавательница, там, грузинка, и она нам чуть-чуть раз чего-то принесла, да, а так как это было в детстве, мы это всё восприняли, безусловно, и дальше понесли. И поэтому, да, какие-то фильмы советские, вот цитаты из фильмов, Гайдая, Рязанова, да, они вот очень часто становятся для нашего вот такого среднего поколения, может, мы ещё средним поколением себя ещё или старшим надо уже называть, вот, то есть для нашего поколения это, безусловно, такие скрепы, то есть сказал шутку, и я требую продолжения банкета, и всё, и вот какая-то вот сразу вот искорка понимает, что человек вот с тобой на одной волне, да? Анекдоты... Я перебью на секундочку, у меня вот сейчас сразу всплыла цитата из того же самого фильма, очень в тему нашей сегодняшней беседы, вы видите, вот это паки-паки... Ижихирувимы. Ижихирувимы. Вельми понеже. У него, на самом деле, неплохое было знание устаревших слов, потому что откуда бы, вот мы с вами знали это, вельми понеже, если бы мы не посмотрели, когда-то, Иван Васильевич, меня нет, пропитин. Ну, в школе же все изучали слово о полку Игоря, и некоторые даже пытались читать его на старославянском. Это прям замечательно, это прекрасная практика, я бы её возобновила сегодня, да. Анекдоты также, вот, ну вот сегодня мы с вами наблюдаем такой значительный культурный сдвиг, когда словесное, вот такое преобладание словесных кодов, оно меняется на преобладание визуальных в культуре, так как мы живём вот в эпоху медиакультуры, соответственно, вот это вот интересный такой культурный сдвиг, когда анекдоты меняют, он меняется на мемы, да, то есть на воспроизведение. И вот эта эпоха анекдотов уходит, и тоже анекдоты мы слышим уже от людей более старшего возраста, это очень разительный такой, как бы, вот, такой момент, который мы можем отследить. Ну, действительно, это очень интересная тема, но я предлагаю сейчас снова вернуться вот к этой древнерусской истории, да, вот, представить, что мы там по-прежнему находимся в том времени, вот, что бы нам ещё было непонятно, что бы нас ещё, может быть, удивило, давайте какие-то примеры приведём нашим зрителям. Я понимаю, что, наверное, удивило бы всё, и многое было бы непонятно, но вот какой-то конкретики хочется. Быт, отношения между людьми, безусловно, потому что мы сегодня наверняка уже мало отслеживаем разницу вот нашего общества и патриархального общества, например, XVI века, вот, особенно умиляет, опять же, такая тенденция к поэтизации прошлого, которой мы сегодня все периодически поддаёмся, идеализация такая наших прапрапрабабушек и прапрапрадедушек и накладывание на них вот представление сегодняшней такой парадигмы современной на их поведение, на их отношения. Очень забавно, потому что в патриархальном обществе, конечно, всё не совсем так, как у нас сегодня. И когда я вижу вот тоже в сети где-нибудь эти красивые мемчики о том, что на Руси муж называл жену душа моя, а жена называла мужа света чей моих. И представляет такая картинка, соловьи поют, и они в белых одеждах идут. И вот это вот всё, что мы потеряли. Да, всё, что потеряли. Тогда у них было, но нам-то где же уж нам за ними. Да, и сразу вспоминается монах Сильвестр, который написал замечательный для нас сегодня источник древних, древних вот этих вот современных представлений. Он написал «Домострой» как бы по указу Ивана IV или может быть там непонятное дело как бы по своему разумению, но по крайней мере под эгидой его. Вот. И в «Домострой» написано среди прочих поучений, которые вот рекомендуются в быту применять, что муж должен жену бить не палкой и не сильно. И желательно не на виду других людей. То есть понятно, что её, ну как её не бить-то? Ну не разумно. Ну бить-то надо. Да, ну бить-то надо. Ну не сильно, ну хотя бы не палкой. Вот. И поэтому сразу представляю, как на этот момент он называет «Душа моя». И это не значит, что не называли «Душа моя». Безусловно, кто-то называл, были романтические, тот же самый Иван IV очень свою жену первую любил. Но вот, то есть мы сегодня на самом деле можем позволить себе гораздо больше праздности, гораздо больше эстетики, гораздо больше комфорта. Надо не забывать, мне кажется, надо вообще быть благодарными судьбе, что мы родились вот в этот век, когда действительно у нас столько возможностей, когда мы можем так красиво себя вести, культурно. Потому что в те годы были, ну, вызовы жизни посильнее, пострашнее, чем сегодня у нас. И, конечно, ну и жизнь, отношения были погрубее немножко. Ну вообще, на самом деле, действительно, очень интересная история, как всё меняется, как меняется жизнь, как меняется быт. И мы, на самом деле, очень мало знаем о своём прошлом, да, я тоже готовясь к этой программе, полисталку, какие источники, да, мы все считаем, что наша письменность Кириллица, да, её создали Кирилл и Мефодий, да, кто-то, наверное, про это слышал, да, мало кто знает, что это были греки, которые в России-то, в общем-то, не были ни разу. И создали-то они не Кириллицу, а глаголицу, которая выглядит совершенно не так, как та азбука, которой мы пользуемся сейчас, а уже Кириллицу придумали их ученики, создали на основе вот этой глаголицы. Друзья, я предлагаю действительно интересоваться и изучать историю своей страны, историю своей культуры. И, кстати, Дарья, может быть, что-то рекомендуете из литературы, что можно почитать, посмотреть вот про какие-то слова, которые вышли из употребления? Да, безусловно, с удовольствием порекомендую. Ну вот, относительно праздников, конечно, непревзойденная на Федоровне Крылова ее труды, а там можно почитать очень интересно. И, конечно же, словари. Вот мой любимый из словарей – это словарь Срезневского, словарь устаревших слов XII-XIV век. Ну и также сборники авторов Забелин, Сумцов – это этнографы XIX века. Нам с вами очень повезло. В то время вот такая была волна просто интереса к этнографии. Было создано так, как было создано императорское географическое общество, а также императорское этнографическое общество. И вот это этнографическое общество оставило нам массу интересного. Журнал «Живая старина» с огромным удовольствием можно читать. Он оцифрован. Просто все это можно сегодня найти в сети. Это даже не нужно идти в РНБ. То есть просто, пожалуйста, правильно, главное, вбивайте в поисковую строку и наслаждайтесь. Спасибо огромное за интересную беседу. Конечно, мы только слегка сегодня затронули эти темы, потому что, в принципе, каждая из тем может быть темой не одной программы, а целого цикла. Но надеюсь, что, по крайней мере, мы вызвали интерес у наших зрителей к нашей родной культуре, к нашей истории и к нашему языку. Это был проект «Русский Славарем». До свидания, до новых встреч и не забудьте про фестиваль «Славянская ярмарка». Ждем вас в парке «Озеро Долгое» 11, 12 и 13 июля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова